Мухаммад Аль-Яраги, он написал письмо из Качубилинского общества, из Балахани. Адресат Кади Андалала и Абдурахман Хаджи Сухури. Это один из двух наряду с Жемал Дима Унуки, человек, который дал Мухаммад Аль-Яраги Жизу. Он написал письмо с просьбой принять его, и принять, и защитить его. Сан Ханджи преследовал его. То есть он даже после бегства его не оставил? Ну да, да, преследовал. Вместе с ним его преследовали и власти русских. Ведь он же заодно с ним был и Аслан Хан. И когда Кайсубулу захватили русские войска, вот тогда он вынужден был бежать оттуда. Куда? Согнать. Здесь он учился в молодости. Здесь он учился в молодости, сколько лет, я уже не помню, но несколько лет тут он учился. Он знал саратинский язык. Хорошо. То есть аварский язык он знал в саратинском диалекте. Хорошо. То есть он вернулся к месту своей учебы, к местам своей молодости. Да, 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 да. Он был уверен в этом. И саратинцы ответили ему. Те же самые люди и Кадия Андалаля, и Абашмани Ази Сухоли ответили ему. Мы тебя примем как своего. Как своего. Не как беженец из Кюри, а как своего. Интересный же случай, что он сказал, будучи здесь в Саграде. Я, говорит, пойду след за своей лошадью. Там, где остановится эта лошадь, вот, говорит, будут моими кунаками. Машалла, как пророк Мухаммад, мир ему, в Медине, после переселения. Да, да. Он же все это его историю знал наизусть естественно. Там, где села верблюдица пророка Мухаммада, мир ему благословен, там он и остановился. Да, и потом и мечеть пророка там построена. Машалла. И эта семья Резаевы. Резаевы. У них дома хранится и сейчас подаренный Мухаммадул Ираги, Коран с ее личной надписью.